Добрый день, друзья! Нашла я гусеницы на капусте в огороде. Не люблю их давить, решила их собрать. Буду их кормить покупной капустой. Ух ты! А там, похоже, пиоденцы еще ползают. Посмотрите-ка на заднем плане. Классно. Интересно, она тоже с капустой, или это как будто сленевшая. Вот, а здесь вы можете наблюдать двух капустниц. Посмотрите, насколько у них разница в размере. Здесь уже сейчас покажу. Вот шкурка. Одна из гусениц уже полиняла. Кушают они, в принципе, прилично. Гусеницы у них сами такие желтовато-зеленые. Поверх идет узор черный. Вот, и также есть и черные пятнышки, и поверху ее такая бледно-желтая полоска между. Можете, в принципе, рассмотреть сейчас так на камеру. Есть на них небольшие волоски. Вот, кроме взрослых капустниц, правильно, у меня все крапивницы, крапивницы, вот хоть кто-то новенький. Кроме взрослых капустниц, здесь еще очень много мелочи. Возможно, тут будут совки, а может быть и маленькие капустницы. Время покажет. Все хорошо, но не люблю, когда пахнет капустой из этой баночки. Не знаю, своеобразный запах капустниц. Не особо он мне нравится. Ну, зато какое-то разнообразие. Вот так выглядит уже капустница через несколько дней. Здесь у меня две крупные находятся. Так, здесь вот одна маленькая находится, там в глубине. Есть еще так, раз, два, три маленькие и одна большая. Сейчас буду у них прибирать. Кроме них, здесь еще есть мелкие зеленые гусеницы. Возможно, какие-то разнокрылые будут, не знаю. Мелкокрылые, посмотрим. Возможно, из этих мелких зелененьких, вот очень какие-то маленькие бабочки. Вот. Уже они окукливаются, потому что здесь окукливаются. Еще найду, покажу, где. Здесь вот шкурку поменяла уже капустница. Ну, вот основные вот здесь, вот здесь. Посмотрю потом, кто из них будет. Тут, скорее всего, с маленькими крилышками. Все, привела я их в жилище порядок. Не особо я люблю их выводить, если честно. Это их жилище всегда такой запах, для меня, по крайней мере, мерзкий. Вот, скрепивниц приятней. Интересно, я гусеницы, которые скрепивы связные. Я больше всего люблю сывый запах из домика. Гусеницы вот так. Ну, ладно, я решила бросать самые распространенные гусеницы, которые может кто-то встретить у себя, допустим, или у родных в огороде, в саду, у знакомых. Поэтому, пусть будет и такое видео на этом канале. Смотрите, как малышка там ползает снизу. Эти большие, мне кажется, они уже подвесились, округлились. Посмотрим. День следующий, так сказать, наступил. Смотрите, третья гусеничка тоже уже такая довольно-таки жирненькая. Я вчера уже на ночь делала ее фото, чтобы вам показать. Видите, она уже довольно-таки крупненькая ползает. Тоже, наверное, есть место, где окуклиться. А там, на заднем плане, одна гусеница еще не окуклилась, а вторая уже окуклилась. Как видно, только недавно. Сейчас вам постараюсь по-другому поставить баночку, чтобы свет падал на эту куклу. Вот, вы можете ее разглядеть. Капустница, это, кстати, белянки. Вот так выглядит ее куколка в данный момент. Съемка на следующий день. Вот так вот уже выглядят куколки. Смотрите, они старые какие-то более такие желтоватые, слегка зеленоватые, как будто он тот увядший листик капусты, да, по цвету. Вот, а еще на них есть небольшие черненькие точечки. По форме, я бы сказала, куколка чем-то даже напоминает куколку тоже грапивницы, паваленево-глаза и остальных. Но она все-таки другой формы. Здесь снизу есть еще одна гусеница, которая собралась тоже окукливаться. Я вам ее прикрепляла в сантиметрах в растянутом виде, сколько она была. Сейчас она опять тоже такая скукоженная, как те две. Вот, рядышком еще полиняли маленькие капустницы. Сейчас они сидят на листике. Сейчас я не буду прибираться и давать им свежие листики. Все, положила им покушать свеженького, прибралась у них в домики. Кстати, если вы смотрели у меня видео про боярышницу, она тоже так к белянкам относится, вы помните, что она самая крупная из белянок. Вы, наверное, помните, что когда у нее гусеница хотела тоже окуклиться, она присыпляла себя паутинкой. Смотрите, вроде бы не скользилось качество. Видно это даже и у капустницы тоже. Видите, через гусеницу проходит тоненькая паутиночка. И это видно и у куколок тоже их. Может быть, это отличительная особенность такая у белянок. Если знаете, напишите, пожалуйста. На этом мы с вами будем заканчивать данное видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного дня, всем пока!